Подведение итогов зимнего содержания территории началось с отчёта по городу Люберцы, который зачитал Александр Алёшин. По его словам, одним из недостатков при подготовке к зиме была нехватка специальной дорожной техники. За счёт областных и собственных средств дополнительно было приобретено специальные техники более чем на 41 миллион рублей. Были приобретены самосвалы, погрузчики, грейдеры. Также Александр Алёшин отметил, что в этом году были учтены ошибки работы дорожного эксплуатационного предприятия. В их числе и увеличение затрат на противогололёдные смеси. На них было выделено более 15 миллионов рублей. Использовалось в течение всего зимнего периода 346 тонн высококачественного реагента хлористого кальция, что было в три раза больше по сравнению с предыдущим годом. Как следствие, в городе заметно улучшилось ситуацию с состоянием тротуаров. После подведения итогов по зимнему содержанию территории Люберец, собравшиеся перешли к обсуждению и формированию задач по благоустройству в летний период. Так, в городе предусмотрен капитальный ремонт девяти автомобильных дорог площадью более 80 тысяч квадратных метров. А также запланирована работа на 66 дворовых территориях. В завершении заседания руководитель администрации города Люберцы торжественно вручил грамоты жителям, которые активно принимали участие в благоустройстве района. Анна Троян, Андрей Пластунов, Люберецкое районное телевидение.